Здравствуйте, уважаемые зрители! С 11 по 13 августа в селе Ламы Ульяновского района Ульяновской области будет проходить 20-й открытый межрегиональный фестиваль авторской и патриотической песни «Ламы» при поддержке президентского фонда культурных инициатив губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских. А сегодня у нас в гостях автор-исполнитель, участник этого фестиваля Анатолий Николаевич Киреев. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Анатолий Николаевич, вот вы сказали, что в Ламы вы поедете в первый раз. А вообще в Ульяновске вы в первый раз? Нет, в Ульяновске я уже был неоднократно, благодаря вот вашему замечательному, такому симпатичному человеку, которого зовут Ирик Гатаулин. Однажды в Самаре после одного из моих выступлений он подкараулил меня, подошел ко мне и пригласил впервые в Ульяновск. С тех пор я довольно частый гость здесь. И мы познакомились с Александром Додосовым, который руководит детским хором. Они взяли на вооружение какие-то мои песенки пели. И наша дружба с тех пор не заканчивается. Вот впервые приехал на летний фестиваль. Вы, наверное, тоже какую-то свою программу подготовили для фестиваля. Вот какие песни будете исполнять? Мы такую затравочку дадим. Ирина, я от вас впервые слышу, что это еще и фестиваль патриотической песни. Да, да. Первый раз у нас патриотическая песня. Ну, это связано с... Не, ну, у Анатолия Киреева есть патриотические песни, я просто об этом не знал. Ну, значит, нужно будет обязательно что-нибудь спеть. Так, замечательно. Ну, конечно, будет много новых песен. И, собственно говоря, вот в планах уже стоит запись нового альбома. Уже нашлись какие-то ребята, которые в этом посодействуют. Музыканты готовы. Будем записывать новую пластинку. Седьмую по счету. Ох, у вас уже седьмая. Если не считать винилового диска. Я еще и виниловым умудрился выпустить. Когда, кстати? Вот на излете это был в 88-й год. Ох. То есть у вас уже хорошая такая копилочка. Так, Анатолий Николаевич, а вот расскажите немного о себе. Когда вы в первый раз взяли в руки гитару? Это когда было? В школьные годы, студенческие годы? Наверное, кто-то еще подтолкнул вас к этому. Может, какое-то событие такое произошло. Почему вдруг решили взять в руки гитару? Во дворе ребята играют на гитарах. Это обычное дело. Раньше было обычное дело, да. Ну, это было так удивительно, да. И, конечно, я мечтал сначала о коньках. Я же тренировался вместе с восьмикратными чемпионами мира Сергеем Макаровым, Сергеем Стариковым, Сергеем Бабиновым. А тренировал нас в Челябинске папа Сергея Старикова. И, в общем-то, я делал успехи. Но гитара победила. В седьмом классе он принес мне гитару, купленную на барахолке за сумасшедшие по тем временам деньги. Такая донецкая тоненькая гитарочка, на которой было написано 7,50. А отдал он за нее 60 рублей. По тем временам половина его... Ну, почти ползарплаты, да, там получается. Ну, он 220 получал, значит... Ну, все равно. Какая? Третья часть зарплаты. Третья часть зарплаты. С ума сойти, он чуть не застрелился. Кошмар. Ну, там друг его немножечко так это перебирал струны, и он уговорил его. Говорит, да купи ты, Толе, гитару, раз он хочет, ага. Он говорит, так мне вот тут не хватает. Он говорит, я добавлю. Все, купили гитару. И что вы сначала стали исполнять? Не сразу же свои песни? Ну, сначала я подсмотрел вот у этого товарища, папы, какие-то его аккордики такие цыганские. Гитара причем была семиструнная. Она была настроена на семиструнный лад. Вот о существовании шестиструнной гитары я вообще не знал. И однажды в школе выступал один молодой человек, который играл на шестиструнной гитаре. И мне так понравилось, я решил, что надо осваивать вот эту шестиструнную гитару. Подошел к нему, он давал мне первые уроки, но потом уж как-то самостоятельно. Ну, а придумывать, ну, придумывать мне всегда хотелось. Потому что мы же тогда слушали Битлз, мы же тогда вот были эти, слушали ансамбли, вот эти вот все поющие гитары, там, веселые ребята, Ариэль. Мы же были влюблены в это все. И, конечно, тоже хотелось вот хотя бы приблизительно что-нибудь. Ну, и как-то вот все начиналось. Я помню, я сходил на старинный кинофильм, польский. Назывался он «Самозванец с гитарой». Ну, такая придурковатая комедия абсолютно, да. И там прозвучали несколько таких песенок на польском языке. Я специально ходил 4 или 5 раз, чтобы запомнить эти мелодии. И когда я их запомнил, я написал на них слова. Свои слова. Свои слова на эти мелодии, да. Вот с этого вот как бы все началось. Ну, и потом далее более. А первый концерт когда был? Ну, первый концерт. Первый концерт. Когда вы вышли на сцену? Ну, не, ну на сцену я время от времени выходил. Я в школе выступал уже, да, с гитарой, да, я пел. Ну, все, вот я помню, что я в восьмом классе, я уже играл на танцах. И пел. Под вашу музыку танцевали? Не под мои же песни-то, песни танцевальные вот того времени. А вы просто исполняли? А мы исполняли в ансамбле, у нас был ансамбль. А какой ансамбль? Как он назывался? Он назывался «Апрель». Такой старинный ансамбль. Со мной вместе играли ребята. Ну, это было вот просто для души такое. Ну, несмотря на это, мы там все-таки по 90 рублей получали. Ох, вы даже зарплату получали. Зарплату получали. Ну да, мы же были на ставке. В школе? На музыкальной. Нет. А где? На танцах. А, прям вот в клубе? Прямо на танцах. В клубе? Да. Читала вашу биографию внимательно. Ну, конечно, вот я была, конечно, шокирована. Как будто не один человек, а несколько прожили вот эту жизнь. Столько много событий. Ну, потом вы жили на севере, да? Вообще, как вас туда занесло, на север? Чем вы там занимались? Ну, опять же, это связано с музыкой. Мой приятель, барабанщик очень хороший. Очень хороший барабанщик. Они уехали с ребятами на север. Это городок Белоярский, Тюменский север. Березовский район, вот куда был Менщиков, Суслан, да? Вот эти вот края, Тюменский север. И они там ожидали открытия кафе под названием «Таежная». И, значит, вот они там собираются играть, пока на свадьбках играют, репетируют. И вот он вызвал меня на север. У него всегда была мечта, чтобы вот в коллективе петь не чужой материал, а именно свой. А я в то время сочинял, ну, несколько другие песни. Хотя вот мы с вами еще до интервью зацепили одну тему. песня «Ветер» уже была готова. Она была написана тогда в те времена, в те далекие времена. И вот я приехал туда, им не хватало гитариста и певца в основном. Я приехал туда, мы сначала на разведку, мы порепетировали, что-то какую-то свадьбу отыграли. Я уехал, и, в общем, я им понравился. Я тогда уже поехал, где-то около трех лет. Мы сначала, я работал такелажником, налетался на вертолетах, на этих восьмерках, шестерках. Грузили, ну, цепляли подвески, отправляли трубы на трассу. Вот, немножко такелажил я. А затем открылось это кафе, и мы стали вот музыкантами в этом кафе. Мы играли популярный материал, а чисто для себя репетировали вот мои какие-то песни того, того этапа, того времени. А чем вдохновлял вас север? Там же холодно. Ну, во-первых, я не знал, что это такое. Но когда я туда приехал, я просто увидел хорошую команду. У нас был шикарный гитарист. Он, собственно говоря, и есть. И каким-то чудом он в авторской песне. Он подыгрывает Сергея Яковлевича Никитину порой, еще очень многим бардам. Вот, такой Михаил Барановский. Я с ним тогда играл в коллективе. Барабанщик просто сумасшедший. Вот, и прекрасный бас-гитарист. У нас был битловский состав. Но я, в общем-то... То есть, вот эта вот хорошая команда, она, собственно, вас и вдохновляла. Да, и перспектива. Мы начали подкупать инструменты хорошие. И перспектива создания группы. Но потом все это закрутилось, закрутилось. Вот эти вот деньги. Опять же, да. И я понял, что эта коровчель, она для меня добро не закончится. И я здесь увязну. И так можно и составиться в этом кабаке. И снится она мне рокот космодрома. Я московский озорной гуляка. Ну, песни того времени популярные, да. И там подряд, если об этом рассказать, это очень смешно. Это очень смешно. Когда два человека, заказывая вот эти две песни весь вечер, у них чуть до драки не доходит. Они друг друга пытаются перебросать деньгами. И сколько вы там прожили? Ну, около трех лет. И потом уехали? Я потом просто уехал. В Курган? Да, я тогда жил в Кургане. И потом почти 30 лет. В Кургане по необходимости я уехал. Ну, там я прижился, и у меня появилось очень много друзей хороших. И 26 лет. А там чем занимались? Тоже музыка? Ну, музыка-то она всегда... Она всегда была, да? Ирина, она всегда была со мной. И еду ли я в общественном транспорте, стою ли я у какого-то станка или что-то там. В основном работал на заводе. Работал на заводе, зарабатывал хорошие деньги для семьи. Уже семья тогда была, да? Ну, как же, конечно, семья была, да. А то, что песни сочинялись, они, правда, были в то время еще не вот этого направления, связанного с авторской песней. Но опять же, у меня не было такого ориентира написать песню в стиле авторской песни. Я просто для себя какое-то открытие сделал, интересное для меня. И уводящее меня в какие-то такие интересные вот закоулки вот этих вот мелодий и ритмов, и аккордов. А на фестивалях вы тогда уже выступали, наверное, так думаю? Ну, вот это случилось в 89-м году. В 89-м году, мне тогда было 33, но я, конечно же, слышал так, краем уха, что существует вот такой огромный фестиваль. Я видел по телевизору какие-то анонсы. Вы про Грушинский говорите. Про Грушинский я говорю. Я решил как-то это, особенно когда у меня вот эта пачка появилась, там штук 30, вот такого направления, которое я, в принципе, так, ну, я думал, подойдет, не подойдет, ну, надо показать. Они же тоже все пишут, сочиняют авторы. А мне так не хватало общения вот с этим, с этой авторской средой, да, вот с этими своими, с коллегами, да, как бы, да, и вот похвастаться им, показать. Вот смотрите, какие я штуки-то понапридумывал. Ага, и я поехал тогда. Ну, первая поездка у меня была в Уфу, потом состоялся Эльменский фестиваль, и следом за ним Грушинский. И как-то у меня все с первого раза получилось. Здорово. Я иногда смотрю на ребят и вижу, а он в восьмой раз уже пытает свои силы. Ага, что-то не хватает, значит. Ну, не хватает. Ну, вы писали для себя, собственно, сначала-то, для себя, именно вы выплескивали. А я сейчас для себя пишу. Вот, и сейчас, да, то есть это у вас из души исходит. А если когда специально, вот для чего-то, мне кажется, не получается из-за этого. Может быть и так. Но вот все равно там сидят в жюри профессионалы, и они, конечно, там действительно довольно приличный уровень существует. Очень приличный. Но дело в том, что там еще существует такой фактор. Это уже было. Это уже на что-то похоже. Это не плагиат. Ну, это похоже. И это вот оно... Все равно второго Висборга не бывает, и второго Высоцкого. И второго Розенбаума не бывает. Как и Митяева и Киреева, да. Просто, ну, люди иногда подражают. Подражают, потому что им нравится. В сожалению, сейчас это чаще стало уже. Даже вот смотришь наше телевидение. А у нас вообще там, ну, как может один человек десяти исполнителям разные песни написать? Конечно, он пишет, он тоже, к нему приходит вдохновение. Он пишет и иногда хорошие песни. Просто их исполняют разные голоса. Да. Но рука-то его... Почерк его. Почерк-то его. Он же вот отслеживается. А Вы меня спрашивали, а что такое Митяевщина? Да, Киреевщина. Митяевщина, Киреевщина. Вот это оно и есть. То есть, дробовщина, да. Вот там дробовщина. А у него сколько там этих исполнителей набрано, да. А пишет-то он один, а он себя переделать не может. Это однозначно. Он просто так устроен. Его так придумала природа. Он не может сильно отличаться. И поэты, которые с ним работают, они тоже, однозначно, их все-таки круг тесен. Довольно-таки, да. Не широк. Ну, вот, наверное, мало кто знает, что Ваша песня «Ветер», о которой Вы уже сказали, прозвучала в финальном концерте телевизионного фестиваля «Песня 98». Лэра Винна исполнял, да? Лэри Винна. Лэри Винна. Лэри Винна. Ну, это сокращенно. Валера из Венеции. Вот, скажем так, да. Вот, ну, эта песня действительно в то время Валера тесно сотрудничал с композитором Игорем Крутым. Вот. И она попала в число песен года. Песня года. 98. 98. Она там запечатлелась, да. Вот, Валера спел эту песню. Лэри Вин. Я тоже приезжал туда. Вы тоже там были? Да, он позвонил, пригласил меня туда. Я там жил в огромной гостинице «Космос». Да. При ней происходила серия вот этих концертов. Ну, мне вручили такую красную папочку, где среди четырех дисков там находилась вот моя песенка «Это «Ветер». Ну, приятно вообще, приятно, когда так… Внимание такое. Вашу песню исполняла группа «Ласковый май». Вот, как она называлась? Называется? Ну, песня «Знаешь» и, в общем-то, насколько я потом узнал, существует альбом под одноименным названием «Знаешь». Как моя песня попала к этим ребятам, я, честно говоря, не… Я могу только предполагать. Один мой дружок на севере очень сильно интересовался этой песней и просил меня продать ему эту песню. Я не понимаю, у меня просто куча песен, которые более достойны, чем эта песня. Почему столько, столько вот шума вокруг нее? Да, «Ласковый май» где-то… Я так думаю, что он пришел и ее и продал, вот этот мой товарищ. Ну, откуда, откуда, допустим, тот же самый Разин знает, написал он эту песню или нет. Он взял ее, купил, говорит. Я… Вот приходит человек и говорит, я написал вот такую-то песню. Давайте я у нас пою. Поет ее. Разину эта песня нравится. Он отдает ему деньги, забирает эту песню, покупает. Ну, и они с чистым сердцем ее поют. Если придет Киреев и скажет, эту песню написал я… Они скажут, откуда мы знаем, он… Вот у товарища. Парню, я же сказал, что он написал. Ты же не обращался. А я действительно, я не обращался. Да, да. Ну, это уже бизнес. Такой. Да мне не жалко, пускай. Вот. Вы же не отказываетесь от авторства. Ну, я ее записал. Она у меня записана, собственно говоря, под своим именем. Я не знаю, может, разин будет у меня оспаривать право. Но дело в том, что у меня сохранились черновики. У меня сохранились бобинные какие-то записи мои. То есть, свое авторство я доказать смогу. Вот он свое, вряд ли. Еще в биографии есть такая строка, что в качестве вокалиста вы выступали в составе молдавского ВИА «Аризонт» и позже в группе «Фристайл». Вы сказали, что это не так. Давайте развеем один миф. Это не я. Давайте развеем миф. Действительно, существует Анатолий Киреев, который, наверное, хорошо сочиняет во «Фристайле». И вот еще там где, да? «Аризонт». «Аризонт». Ну, это, наверное, вот тот самый Анатолий Киреев. Он, да, там сказано, что он перешел оттуда. Перешел оттуда туда. Это не я. Это не я. К счастью. К счастью, это не я. И тоже вы поете тоже песни. И он поет. Да, здесь запутаться можно. Да. Ну, смотрите в интернете. Там очень много обо мне информации, концерты, различные выступления, просто песни, просто альбомы. Поэтому там сейчас даже просто не имеет никакого смысла диски-то с собой возить. Потому что их никто не покупает. Ну, ульяновцам повезет. Они услышат вас вживую. С 11-го. По 13-е вы были? Ну, я не в первый раз в Ульяновске, собственно говоря. Наверное, от 8-10, наверное, раз я здесь бывал. Вот как раз благодаря нашей дружбе с Ириком Гатаулиным, еще раз скажу. С Александром Дадосовым. С Александром Дадосовым, да. И я с удовольствием здесь бываю. Это один из моих любимейших городов на земном шарике. Это очень приятно. Несмотря на то, что мне и в Германии довелось попеть авторские песни свои и в Штатах, и два раза в Канаде, там тоже существуют люди, которые с удовольствием поют, слушают и ходят на концерты. Тем не менее, иногда вот зовут, приглашают. Сейчас, наверное, сложнее стало. Да, сейчас, ну, время покажет. Ну, мы желаем вам успехов, творческих сил, здоровья и как можно больше песен. И ждем вас в гостях. Всегда вам рады. Спасибо. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Спасибо. Всего доброго вам. Субтитры создавал DimaTorzok